всем привет с вами на связи снова я узник отбывалович гиркин я по-прежнему нахожусь в сизо хотя почему нахожусь хожу я тут редко в основном сижу поэтому правильнее будет сказать насижусь в сизо другими словами и чалюсь помаленьку можно сказать чалюсь и не печалюсь питание у меня здесь трехразовое за все время пока я тут меня покормили всего три раза и на том спасибо кто-то скажет спасибо на хлеб не намажешь а я считаю захочешь жрать и не такое намажешь был бы хлеб к сожалению не могу вам подробно рассказать как мои дела потому что поступил приказ все мои дела засекретить какого-то черта точнее поступил приказ какого-то черта все мои дела засекретить но я все же в двух словах попробую ну что сказать из хорошего мне поставили в камере телевизор из плохого он транслирует только российские новости соответственно что реально сейчас происходит в мире я как вы понимаете знать не могу но зато мой рацион стал разнообразнее помимо баланды из столовой у меня теперь еще и лапша из телевизора именно поэтому я и предлагаю сейчас обсудить всю эту постную еду начнем пожалуй соловьева который в присущей ему манере мастерски испражнился через ротовое отверстие в адрес концерна мерседес за то что тот решил отключить все свои автомобили в россии от обслуживания я конечно понимаю что рудольф очень интересуют не все автомобили а только лишь те которые находятся в его личном автопарке но с другой стороны почему бы в таком случае не поддержать отечественный автопром телега бричка повозка тарантайка ну или что они там сейчас штампуют под видом автомобилей конечном итоге соловьев может просто передвигаться на лошади ее и обслуживать особо не надо просто иногда отпускать на встрече министров иностранных дел идем дальше на днях внимательно посмотрел выступление шойгу на так званом форуме безопасности меня от этого не то что глаза усы на лоб полезли оказывается приоритетной целью с в о является освобождение из плена наших пленных военнослужащих он что окончательно с в обнулся нет я всегда знал что у шойгу редкая причинно-следственная шизофрения но не думал что она так быстро прогрессирует с таким же успехом можно смело сказать мы начали с в о чтобы крейсер москва не зря лежал на дне или например мы начали свой чтобы любоваться задымлениями на крымском мосту спецоперация началась чтоб какая-то бабища потом вообще не хотела уезжать из крыма по логике шойгу я получается сейчас прибываю в сизо для того чтобы меня не арестовали чем больше бреда тем правдоподобнее звучит не удивлюсь если скоро в учебниках по истории напишут что юрий долгорукий когда-то основал москву чтобы до нее однажды не дошел пригожин и пока мы придумываем себе новые цели для сфо украинцы придумывают новые способы как это и свое побыстрее закончить не в нашу пользу пока наши оборонные предприятия пилят многомиллиардные бюджеты украинский частный бизнес космолот например за свои деньги уже создал первый на украине авиафлот ударных дронов космолот airlines а это не менее 50 модернизированных бпл а панишер нового поколения способных выполнять задания в глубоком тылу и я не удивлюсь если следующий раз по москва-сити прилетит один из них и хорошо если один из них а если все 50 из прилетят я на сто процентов уверен что наши хваленые системы рэп при таком раскладе могут просто обосребиться а так она и будет даю руку на отсечение тем более она у меня все равно потихоньку отнимается кстати по поводу москва-сити последнее время она напоминает мне уникальный аэропорт в котором к сожалению есть только зона прилетов и меня пугает то что количество односторонних рейсов в этом направлении будет только расти ну что ж поживем увидим ведь как теперь принято говорить москва не сразу рушилась ну и на закуску еще одна новость почему на закуску потому что про медведева дмитрий сливорезович после очередного перепоя выдал новый перл о том что украине придется отказаться от киева чтобы присоединиться к нато серьезно он правда так думает хотя как он может думать он же медведев украина никогда не откажется от киева также как и димон никогда не откажется от алкоголя и даже когда у него окончательно сядет печень он скорее откажется от печени чем от водки поэтому предлагаю шойгу следующей приоритетной целью свого объявить де алкоголизацию нашего высшего военно-политического руководства поверьте мне пользы от этого для россии будет гораздо больше украина